зачем тебе это надо спрашивает один знакомый он не нашем канале ангелов он появляется иногда у меня на пути и несколько с высока посматривая на мою жизнь делает маленькие свои замечания и корректировки и такое впечатление что он ищет все время через них доказательства что он правильно живет что вот вот этот вот значит представляешь что он там чё-то служит что-то изучает что-то ведет но время от времени впадает в какие-то такие несчастья и для некоторых людей как мне кажется это не то что радость но некое такое удовлетворение а о мы ему говорили а вот а с ним это случилось и они таким образом сами как-то собой больше удовлетворяется и честно говоря мне даже от этого и и как-то и неплохо ну и слава богу пусть видя мои какие-то несчастья будет хорошо ну и слава богу как говорится но он спрашивает а чё ты опять влез в это защита отца и нанития зачем тебе это нужно ты же знаешь что это может плохо кончится они ведь там не смогут они на тебя нападут а у тебя казаков нет он спрашивает говорит ну это то верно казаков то у меня нет но у меня есть ангелы у меня есть господь у меня есть архангел михаил который меня защищает пресвятой богородица батюшка серафим саровский я его так люблю и он ко мне приходил я прям вот знаю точно что и он мне помогает и если я вот так начну перебирать сколько же у меня всего есть это мне честно и казаков никаких не надо но знаете что я думаю что вот некая какая-то смелость в том что ты делаешь она все-таки у человека тоже когда свыше я не понимаю почему у меня можно так сказать всю жизнь правдивое такое настроение говорить всегда правду хотя я всегда знаю что это может плохо кончится я знаю что могут последовать и увольнение или уход с работы которые какую ты любишь только потому что сказал правду это могут последовать их ругательство могут последовать и какие-то грязные на тебя измышления и ты должен ходить и каким-то образом оправдываться или перед населением или ощущать на себе вот эти некие такие взгляды тут по базару в пятницу иду а там есть человек торгует медом и у меня иди иди сюда иди сюда вот я к нему подошел я тебя по телевизору видел я буду там знаешь там списке вот всяких значит колдунов вот всяких лже священников там и все вот и вот ты знаешь ты в этих списках я тебя там видел ты видел я говорю видел и что ну ничего мне то что первый раз стали мне привыкать говорю просмотров на канале увеличилось и подписчиков увеличилось два а чё это не тебя так я грана как вот если я вступился за отца и на некие которого здесь вдруг погнали если я рассказываю как у нас тут жить нелегко жителям что у них тут в каких я должен быть списках ну да таких конечно так таких будут гнать я гранат а чё тогда ты удивляешься ну вот и гонят раз ну ты как ну и знаете тут еще маленькая значит кучка народа собралось 23 человека вот так прислушались и вы знаете они прямо на мой взгляд обрадовались что я на телевидении в этих списках и значит там я прозвучал даже в таком виде но я-то думал что я в эти списки впаду ну конечно то есть я-то понимал что эти списки могут каким-то образом повлиять там на меня или на на каких-то значит моих знакомых там или каха ну конечно а почему я это тогда делал откуда правда в человеке откуда вот такой бесстрашие на правда и вы знаете я абсолютно для себя уверен что вот так же как у нас благодать на какие-то другие подвиги духовные дается то есть смирение это качество не человеческое духовное просто его надо принять вот миротворец это тоже и все так далее вот вот все что пройдешь по заповедям божьим как качество человека которые должны быть у него в его естественном человеческом состоянии в состоянии когда господь им попекает и с ним дружит так вот правда блаженные ищущие правды значит хотя будут гонимы как и господь их иисус христос гонимы это божий дар божий промысел и я осознал что этот божий промысел достаточно давно ну в основном церкви конечно хотя можно так сказать всю жизнь и мы страдал жизнь это правда приходила но здесь надо все-таки осознать что она может быть правильная а может быть неправильная то есть ты можешь быть таким правдолюдцем ради даже своего может быть блага то есть она у тебя может как и любое другое качество быть нацелена на самоудовлетворение и на сама на самость на самость и поэтому когда вас все-таки тянет кому-то сказать правду или кому-то значит высказать все они вовле о нем в лицо давайте я вам все-таки как опытный кто уже все это прошел и кто за это много чего получил скажу так вы обязательно сначала помолитесь я ну раньше я знал этот принцип считать до 10 я я считал и до 10 и больше а то и всю ночь просчитаешь а утром пойдешь все равно не выдержишь и скажешь что как же так помолитесь вот молитва она как раз и приводит все в свое правильное положение потому что если вы поняли что вам нужно помолиться значит вы уже духовный человек значит у вас есть какие-то уже отношения с господом и господь уже сам можно так сказать по подскажет правда которую вы хотите высказать или за которые хотите пострадать она действительно стоит этого или она к богу никакого отношения не имеет и вот если она правильная то у вас полу появится радость у вас появится радость от того что вы готовы сказать правду от того что вы хотите защитить этой правдой какого-то человека у вас появится вот то что в воине появляется когда дух святой на него находит как мужество решительность и верность господу так так будем говорить если же вы страдая правдой и желанием ее высказать держитесь в состоянии гнева раздражения обиды то есть вот они вас держат то всего скорее то что вы хотите сделать оно от лукавого то есть он таким же образом хочет вас втянуть свои действия хочет вас сделать своему слугой когда вы то что объявлено господом как праведность сделаете как одолжение лукавому я бы так сказал то есть вы на него послужите своей правдой и принцип там того что это для него делается заключается в том что вы обидите напрасно каких-то людей вот это первый признак неправильной правды что люди обиделись они не были виноваты то есть ваша правда такая от лукавого поэтому она лукавому и служит и это в конечном итоге может вам самим действительно выразиться в неприятности в отношениях с этими людьми в отношениях с совестью потому что если вы духовный человек вы начнете мучиться а зачем я это сделал а почему я сорвался или а почему я сорвалась очень часто в семьях не приязненные отношения а от того что не могут сдержать в себе праведную правду праведный гнев вот а после мучаются и ходят ну вот зачем я это сделал а мужик еще и может плеснуть по щекам там или под затыльника дать и потом тоже на самом деле мучается ему очень трудно значит ударив женщину остаться безвинным он начинает подбирать под нее вину за что же он ее стукнул или почему он ее стукну а иногда для того чтобы успокоить ее еще и надо выпить для храбрости как говорится вот такие правды бывают вот такие храбрости иногда восстанавливается поэтому я ну вот господь сказал давай займись но я занимаюсь может быть это вообще самое главное дело в жизни может для этого и выжил для этого и служил для этого и это потому что ну такое огромное количество людей да еще людей некоторых такого больного состояния не защищать на них на нападать о это это ж какой грех то это это вообще я я вообще не понимаю таких людей которые могут такое сделать вот это все равно что напасть на поликлинику и там всех этих людей что лежат на койках больных начать шугать и гонять это даже в войну считалось что нельзя красный крест трогать что те кто нападает на госпиталь на санитарный какой-то поезд а это вообще не люди не люди издут тут на лечебницу напали ну как конечно я должен как-то защищать как бы мне это не вылилось и чтобы мне этого не стоило а господь уже там разберется разберется будут нападки не будут нападки это все как говорится в руках господа ну и и ангелов его но вы помолитесь я вас прошу вы все-таки за нас с матушкой молитесь и за всех кто в этом стоянии сейчас участвует вы молитесь я так понимаю что вот у больница то как говорится всегда есть некий контингент тех кто ее должен защищать и поэтому я поддерживаю всех этих казаков всех значит каких-то паломников каких-то лиц которые там уже и письмо президенту написали и сами куда-то обратились так далее это вот тот как раз состав этого можно так сказать лечебницы из врачей санитаров охранников так далее которые болеют не за себя и даже не за главного как говорится врача с игумена и оники с херхи мадриды извиняюсь я знаю много ли его лет в разных именах и поэтому может срываться а они болеют вообще за все вот это общество они вообще болеют вот за все то население царствие небесного которые здесь живет воспитывается и богу молятся так что не жалейте меня меня все хорошо но молитесь о том чтобы укрепление от господа всем стоящим на защите было и я вам в заключении могу так сказать есть такая вот понятие кто не может постоять за себя тот вряд ли может постоять за другого кто не стоит за другого тут вряд ли когда может постоять за себя вот такой вывод так что здоровья вам всем крепости защиты бога и ангелов его при святой богородицы покрова аминь